Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами разговариваем об уходе за молодым виноградником 1-2 года посадки. Буквально чуть-чуть, почему я решила вообще затронуть эту тему. Дело в том, что этот год у нас очень сложный. Большая идет задержка по вегетации, много неблагоприятных факторов. Именно поэтому я рассказываю, что можно сделать в этот период, чтобы как-то облегчить жизнь нашим малышам. Здесь, конечно, стоит вспомнить о всех факторах, которые влияют на рост растений. Это и наличие различных питательных веществ и других факторов. Для этого есть отдельное видео, я вам оставлю ссылку под этим роликом, чтобы вы смогли посмотреть. Но мы с вами идем на виноградник, и я уже показываю, что конкретно я делаю в данных условиях. Первая проблема этого сезона, это то, что саженцы очень плохо перенесли зиму. Почему так произошло? Дело в том, что у нас была прошлая осень очень плохая, рано пришли заморозки, лоза очень плохо вызрела, плюс зима, которой не было, плюс весна, которой тоже не было. Она не знала, то ли она осень, то ли она кто. И все эти факторы поспособствовали тому, что если растение было чуть слабее, значит оно плохо вышло. Смотрите, сейчас почти конец июня, и я показываю, что у меня вот там молодое растение, которое только-только начало расти. Еще где-то недели две назад здесь не было ничего. Я уже об этом рассказывала весной. То есть, если у нас растение плохо пробуждается, значит мы делаем вот такие теплички, максимально откапываем. Можно даже до растяных корней, чтобы почва лучше прогревалась. Ну и ставим такие мини-теплички. В принципе, уже можно открывать. Сейчас погода довольно хорошая, теплая. Можно открывать, можно еще подержать, либо сделать какой-то мини-парничок, поставить дужки. То есть, фактор тепло и вот эти вот бутылки, они здесь не просто так. Это темные бутылки, туда налита вода, они являются аккумуляторами тепла. И когда же снимать это импровизированное укрытие? Когда вы увидели, что там уже хорошо пошел рост, где-то на половину бутылки. Вот я укрытие сняла, видите, прошло несколько дней, дней пять. И вот как за это время подрос саженец. Напомню, это саженец прошлого года. Сегодня у нас 1 июля. Другие прошлогодние саженцы, уже давным-давно у них укрытие такое снято. Ну, видите, иногда это может быть чуть ли не до середины лета. То есть, когда вы увидели, что там все хорошо проснулось, тогда укрытие снимаем. Если все еще растет плохо, можно сделать какой-то импровизированный парничок из спонбонда. Может быть, из пленочки. Чтобы максимально дать возможность роста молодому растению. Вот у нас еще один саженец. Это уже третья годка. Но все равно, что что-то идет не так. И в этом сезоне, видите, максимально я стараюсь дать им тепло, чем могу. Есть остатки битых кирпичей. Есть бутылки с водой. То есть, максимально используем вот этот фактор тепла. То же самое я сделала и с посадками этого года. То есть, у всех у них вот такие импровизированные аккумуляторы тепла. Следующий вопрос – это полив. Молодые саженцы, если стоит сухая погода, мы обязательно поливаем. Это касается не только саженцев этого года посадки. Это могут быть и второгодки, и третьи годки. Мы видим, как они развиваются. И в зависимости от этого осуществляем полив. Ну, конечно, учитываем почвы. У меня почвы песчаные, почвы сухие. Поэтому, если сухая погода, где-то раз в неделю по ведру поливаю. И смотрите, здесь у нас трубы от подкормочных ям. Но, поскольку саженцы молодые, у них еще корневая система не развилась так, как мне бы хотелось. Поэтому поливаю поверху. Если саженец 2-3 года, и он уже достаточно большой, тогда можно поливать в подкормочную яму. Кроме полива, надо учитывать и влажность. Там, где я могу, я раскладываю мульчу под молодыми кустами. Мульча не дает так просыхать почву, поддерживает ее в нужном состоянии. Кроме того, там развиваются полезные микроорганизмы. Становится лучше почва. То есть, если есть такая возможность, мульча тоже будет очень хороша для молодых виноградных растений. Что касается подкормок. Если мы, когда садили наши саженцы, делали для них ямы, закладывали туда питательные вещества, то больше подкормок корневых мы не делаем. За некоторым исключением, о котором я потом скажу. Если вы вдруг просто посадили ваш саженец в землю, то кормить его нужно. Нужно дать нормальный старт молодому растению. И тогда мы кормим. Тем же, например, настоем навоза. Но тоже не через подкормочную яму, а через верх. Потому что корешки еще небольшие. То есть, если мы зальем в подкормочную яму, особенно для таких малышей, то это будет неэффективно. Поэтому делаем это поверху. Тоже касается и растений 2-3 года. Если они слабенькие, как, например, вот этот, который я уже показывала, то тоже кормим поверху. Также мы проводим все необходимые зеленые операции. Но для молодых кустов, какие это операции? Это прищипывание пасынков. То есть, помним, мы их не выламываем. Мы прищипываем верхушки. Вот, например, у нас идет пасынок. Значит, мы верхушечку ему прищипили. Над каким листом? Тут не столь принципиально. Просто прищипили, убрали точку роста, чтобы максимальная энергия пошла вот в основной побег. Если у нас вот какая-то такая непонятная картинка, здесь идут два побега. Я уже даже не знаю, откуда. Или это две почечки было, или это двойничок. То выбираем более крепкие. Даже вот смотрите, у этого побега, вот он пошел, как бы непонятно, то ли тут пасынок, то ли он раздвоился. Значит, мы более крепкую верхушечку выбираем. А вторую тоже прищипываем точку роста, чтобы у нас рос вот этот. Не перетягивала силы, нам двойничок не нужен. И точно так же с остальными побегами. Вот непонятно, что это побежек слабый. Вообще, саженец этот очень слабенький. Поэтому тоже вот эту точечку роста. Я не удаляю вот этот побег. Побег я просто прищипываю точку роста. Значит, что касается обработок, молодым кустикам мы проводим те же обработки, что и взрослым растениям. При необходимости обработок может быть больше, поскольку молодые растения, особенно если они ослаблены, как в этом году, нуждаются в повышенной защите. Значит, что касается вне корневых подкормок, здесь можно уделить особое внимание, несколько раз пройтись микроэлементами по листу. И так же, специально обращая ваше внимание, в этом году мы столкнулись с такой проблемой, как хлороз. Вот эти вот пожелтевшие листья, они могут быть еще более желтыми, могут оставаться только жилкие зелеными. Вот смотрите. Вот этот лист. Это хлороз. Как правило, хлороз развивается на щелочных почвах. Ну, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий мы столкнулись с этой проблемой на нашем винограднике, не только, кстати, на молодых кустах. Но молодым кустам надо уделить особое внимание, чтобы максимально они выросли хорошими, крепкими и сильными. На молодым кустам нужно особое внимание, как бороться с этим. Микроэлементы раз, если нашли, можно отдельно хила от железа, причем не только по листу, но и под корень до полного исчезновения вот этих вот признаков. Ну, здесь уже видно, что верхние листики пошли получше, но еще одну обработку можно провести. То есть это может быть 2-3 раза, напомню, до полного исчезновения вот этого вот желтого листа. Понятно, что вот этот лист, он уже не изменится, но если мы видим, что молоденькие листики пошли уже нормальными здоровыми, значит, все хорошо. Кроме того, в обработках можно и нужно использовать любые адаптогены, например, эпины, косил, может быть, что-то сможете найти еще несколько раз, тоже по листу можно пройтись. И пока еще рано, но приблизительно середины июля мы начнем работать уже над вызреванием лозы. Будем проводить калийные обработки, но об этом я буду рассказывать отдельно. То есть сейчас мы работаем максимально над тем, чтобы дать нашим молодым растениям, 1-2-3 года, особенно если они ослаблены, все основные факторы роста – это тепловлажность и необходимые питательные вещества. Конечно, в предыдущие годы многих вещей мы не делали. Вот таких вот кирпичиков мы не раскладывали, просто посадили, поливали, обрабатывали, и этого было достаточно. Но этот год очень сложный, очень тяжелый, и посадочный материал был слабенький. Как, например, вот эти малыши, я их потому и высаживала два, потому что я не надеялась, что они вообще выживут. У них было по 2-3 вот таких вот совершенно малюбасеньких листика. Но, тем не менее, видите, им понравилось, они активно пошли в рост. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите своими, не задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok